Хочу рассказать, наконец-то, про цвета, которые у нас являются не классическими, не основными, да, в татуаже, что мы с ними можем делать, как их использовать. Я выбрала три цвета интересных, это белый, болотный такой, да, то есть корректор олива, который мы знаем, и любые оттенки теплого корректора, это оранжевый, он может быть кирпичный, он может быть немножко такой, как жженый сахар, в любом случае это теплый корректор. То есть у нас с вами три цвета на разбор, белый, диоксид титана, оливковый, любые оттенки, корректор, да, красноты, и обратный корректор холода, да, это теплый. Вот, я хочу вам рассказать, что я про эти цвета вообще, в принципе, знаю. Хочу начать с белого, потому что он вообще самый опасный, да, что про него можно сказать, его характеристика, самый опасный, но это что значит опасный? Во-первых, он используется и в чистом виде, и в замесах рецептов, когда нам нужно цвет немножко осветлить, или сделать его более плотным, в возможности перекрывать что-то, или же сделать его более мягким, да, тоненький, пастельным, когда мы работаем в губной палитре. Вот, и смотрим, что из белого здесь получается. Если мы его берем в скрытом виде в рецепте, когда мы знаем, что на бутылочке он указан, или вы уже хорошо понимаете колористику визуально, по флакону, понимаете, что там действительно белило, как это в простонародье профессиональном, белило там есть. Так вот, в этом случае этим цветом мы работаем неплотно, да, потому что все эффекты губной помады в этих цветах мы будем получать в дальнейшем в остатке. Остаток диоксида, да, это беленые такие губы, мельный эффект, мельный морковный эффект, да, такой мельно-розоватый, потому что красная часть, теплые, все другие оттенки быстрее, да, уходят, чем белило. Белило – самая крупная частица, и она, конечно же, носится, ну, можно сказать, прям пожизненно. Вот, поэтому работать в губных пигментах в содержании с белилами или же чистым белым пигментом всегда нужно в прозрачных техниках. В чистом виде белый пигмент у нас используется, ну, в его, в таких тональностях, легких таких миксах, где больше все-таки преобладает белая, кремовая часть, да, там, цвет слоновой кости, любые полутона, которые мы используем для камуфляжных работ, для закрытия каких-то более светлых участков кожи, да, то есть у нас может быть витилиго или какие-то рубцовые изменения, или же эстетические эффекты, когда мы работаем белый блик над губой, да, липлайн, для чего, кстати, он нужен. Липлайн создает визуально объем этой зоны, что омолаживает губы, или же для того, чтобы создать более очерченную форму, особенно на случаях плоских губ. Вот, следующий момент с белыми, с белым цветом, когда он может использоваться в чистом виде и в плотном закрасе. Ну, у меня такой, в опыте был всего один такой вариант, это работа в белой стрелке. Если кто-то любопытствует, можете полистать мой профиль, да, то есть ленту, туда, где я рассказываю про белую стрелку, это было прямо, наверное, в прошлом году. Ну, там по обложке можно найти. Вот. Со временем, как себя ведет белый пигмент? На самом деле, если укладка пигмента идет поверхностно, да, то есть мы не углубляемся, то изменение цвета происходит просто путем его высветления и теряется его такая яркость и чистота, потому что остаточная часть находится под кожей и идет эффект преломления, и цвет белого пигмента становится не таким ярким и чистым. В дальнейшем, если мы говорим о белой стрелке, которая у нас вообще не в ходу, но если мы разбираем именно плотную яркую укладку белым пигментом, да, то есть или это какая-то белая татуировка, например, то со временем верхний слой все равно теряет этот пигмент, и есть такое мнение, почему я вот это сейчас объясняю, да, есть такое мнение, что якобы белый пигмент, он там желтеет и все остальное с ним происходит. На самом деле, изменение самого цвета пигмента, не только белого, любого другого, зависит, во-первых, от его количества в коже, в остаточном, да, варианте, уже потом, в процессе носки, и зависит от цвета самой кожи, на том участке, куда он уложен. Поэтому вы, в принципе, можете это уже просчитать. Вот, с белым цветом также мы работаем за создание бликов в любом участке, да, на лице, это, как я сказала, над губой, да, это может быть какой-то эффект под бровью, это может быть какие-то работы по зонам высветления, да, синяков, где нужно очень-очень вуально, аккуратно работать, эту технику нужно осваивать, да, то есть просто так нельзя. Поэтому очень многие боятся, что работа с камуфляжем синяков под глазами якобы такая вот, ну, как агрессивная, да, то есть она агрессивная, она негативная, и очень многие ее боятся, не любят. А также есть мастера, которые, в общем-то, владеют техникой, да, аккуратно работают и получают хорошую работу. То есть белого пигмента в хорошем смысле, наверное, не должно быть особо видно, да, чтобы не было с ним проблем. Как только он у нас в большом количестве, следовательно, на всех наших работах и на губах в нюдовых пигментах, которые без белого цвета, никак не могут вообще собраться в рецепт, поэтому здесь работа должна быть во всех смыслах очень легкая и прозрачная. Так, следующий цвет у нас это корректор теплого остатка, да, это любые полутона, табачные, оливковые, а в общем-то их можно назвать русами. Почему? Потому что используя в чистом виде оливковые тона, полу, оливковые потоны пигментов, где практически не видно теплой части, мы в заживлении будем получать прохладный цвет. Прохладный цвет – это серый, да, и это не серый, голубой, да, это уже другая вообще история, когда работается на светлой коже, сосудистой, в технике неправильной, да, и со временем появляется голубой такой подтон, где сосудистый аспект добавляет вот этого вот холода в верхние пустые слои, когда со временем цвет выходит. И также, когда в глубокой укладке, слишком глубоко пигмент лежит, верхние слои освобождаются, и у нас получаются холодные синеватые голубоватые стрелки. Поэтому это вот, если мы говорим про такую синевую глубизну, а когда мы говорим про чистый корректор оливковый, мы можем получить пепельные брови, да, русые брови, просто на нейтральный такой прохладный цвет. Где мы с вами используем оливковый корректор? Конечно же, на теплых остатках, когда нам нужно теплый остаток нейтрализовать в более-менее нейтральный, да, потому что теплая составляющая. Но здесь нужно уже понимать, как работать в перекрытии, потому что теплый остаток бывает очень слабым, прозрачным, а бывает очень насыщенным, да, То есть это уже определяет, насколько много пигментов кожи, чтобы нам определить, какой должен быть корректор оливка для того, чтобы скорректировать этот теплый компонент. Вот, работая в оливковом цвете, любые полу, там, зеленоватые, да, пигменты, они, конечно же, будут нейтрализовать теплую составляющую, да, как обратный эффект, приходя к центральной серединке нейтрализации цвета, ни в теплую, ни в холодную, да, то есть в нейтральный такой тон. Вот, работая в перекрытиях, нужно хорошо уметь просчитывать количество того цвета, который мы перекрываем, и того цвета, который мы туда укладываем. Вот, сразу скажу, что работая по теплым остаткам пигмента, да, можно работать необязательно корректором, да, и когда мы знаем, что у нас много в пигменте теплой части, именно в чистом пигменте, следовательно, мы должны сразу понимать, может быть, нам нужен другой пигмент брать, или же мы хотим получить теплый результат у данного клиента. Но если так получилось, что слишком много теплого зажило, то, конечно, мы будем использовать корректор для того, чтобы нейтрализовать небольшую часть, порцию этой теплоты, да, чтобы стать в более нейтральном, сбалансированном, нейтральном таком оттенке, нейтральном коричневатом. Вот, то есть коричневые цвета у нас никак не получится без теплого компонента. И наш третий с вами цвет, который мы разбираем, это корректор именно оранжевый. Он может быть, как я сказала, кирпичный, тракотовый такой, как жженый сахар, да, то есть вот такие теплые, приглушенные, правильные, да, определения, это теплый, приглушенный. Но в органике, например, корректоры очень яркие, они как апельсинового цвета, и, следовательно, здесь нужно уметь считать пропорцию для перекрытия, да, когда нам какой корректор взять. И на самом деле многие видят, что корректоры где-то очень яркие, да, где-то нейтрально такие не очень яркие, да, но оранжевые. И вот многие думают, а как выбрать, какой же корректор, они все корректоры оранжевые, а какой из них может быть правильным в работе. На самом деле, если у вас есть хотя бы один корректор, могу сказать, что вы, в принципе, им можете всегда работать. Просто для того, чтобы понять, да, как это будет выглядеть, нужна небольшая, как бы, опыт, да, такой вот насмотренность для того, чтобы увидеть в дальнейшем хотя бы примерный результат, что у вас получится. Самое главное, чтобы не сделать ошибок, касаемо любых корректоров, да, оливковый это или теплый корректор, нужно понимать, насколько много пигментов кожи, с которым вы собираетесь работать, чтобы его корректировать. Одно дело, если вы сделали работу и к вам пришли на коррекцию, и вы хотите поработать, скорректировать оттенок, который у вас получился, да, немножко его захолодить или немножко его затеплить, тогда это оправдано, да, когда вы берете корректор и вносите, и знаете, понимаете, что пигмент там есть. Другой, когда к вам приходят остатки такие полупрозрачные, они могут лосось его, теплого цвета, или такие слабые остатки серого. Следовательно, в перекрытии на слабых остатках теплого или серого вы уже не должны брать корректор, потому что нужно понимать, что там совсем мало цвета, и если вы внесете просто корректор, у вас может получиться перегруженный результат именно только цветом корректора. Вы, то есть, не сбалансируете цвет, поэтому в данном случае, во всех случаях нужно оценивать, сколько в коже уже есть пигмента, чтобы решить, нужно ли туда вносить корректор, или нужно ли туда вносить самостоятельный готовый рецепт цвета, где есть все составляющие цвета пигмента, которые восстановят, в общем-то, наполнение кожи этим цветом, но в то же время вы получите оттенок, который вам нужен, да, то есть, это уже будет не чистый корректор, а это будут, за место теплого корректора оранжевого, это будет теплый какой-то цвет, за место нейтрального русого цвета, да, это будет какой-то нейтральный русый, готовый рецепт для работы с бровями. В результате вы будете получать, в общем-то, русые брови, а на второй процедуре, зная, что там уже пигмент, в общем-то, есть, вы можете немного корректировать температуру тона. Вот, такая информация на сегодня, наконец-то мне удалось вам рассказать, и мы поговорили о белом, о корректоре холода, это теплый корректор, и о корректоре тепла, это холодный корректор, да, то есть это оливка. Почему еще добавила бы я, почему путают всегда, вот у меня пришли там рыжие брови, как их корректировать, да, то есть какой нужно цвет брать. Ну, вроде как бы логично, что нужно брать противные цвета, тех которых не хватает, да, следовательно, мы берем на рыжие брови корректор олива, но когда вы работаете корректором олива, вы должны понимать, что корректор оливковый, он изначально лишен теплой части в составе самого пигмента, либо его там крайне мало, либо его там совсем нет. Там есть только желтый, который слабенький очень, и там есть черный, да, следовательно, мы получаем какой-то такой вот землистый табачный оттенок. Либо там есть небольшая часть теплого, но ее так мало, что большая часть все-таки там желтого и черного. Тогда у нас цвет будет прям вот такой оливковым подтоном и нарастетками будет зеленить. Это тоже цвет, который можно, в принципе, в каком смысле, да, отнести к корректирующему цвету любых теплых оттенков, которые вам нужно скорректировать в более нейтральные. Вот. Если есть какие-то вопросы, интересные темы, обязательно пишите в директ, я их собираю и в удачное время выхожу в прямой эфир, и, в общем-то, мы это все разбираем. По обучению пишите, пожалуйста, в директ, также по наличию каких-то отдельных уроков, программ, семинаров, отдельных курсов, мини-курсов или обширных курсов. По любым темам пишите в директ, я вам объясню, как выбрать, как оплатить, да, то есть оплата у нас не через сайт, а через меня. То есть на все вопросы отвечаю я лично, поэтому увидимся с вами скоро и присылайте вопросы, интересных тем для разбора сюда в прямые эфиры. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok